ему так сразу вот буквально за головой между ушами так сделать мне говорят, повесьте на вешалку, я смотрю, в каких интересных одеждах тут народ ходит ой, какой пиджачок, ты посмотри не все люди массово бросились вакцинироваться, и это на посещаемости тоже сказалось не лучшим образом потому что это, согласитесь, завораживает, когда человек поет, вот как вот сейчас мы пели еще не на родном вам языке, все равно это понятно я сегодня в парадной футболочке, даже стюардеша заценила, видите, киски, только провода у меня торчат некрасиво, некрасиво, не подготовился ну что, вы думаете, мы в Петербурге, раз вы видите Валерия Абисаловича Георгиева Аннет, мы, собственно, там находимся, откуда он родом это самый что ни на есть филиал Мариинского театра и мы с вами в городе Владикавказе, где, собственно, нас ждут большие приключения вы увидите меня, аккуратно, товарищ оператор, вы увидите меня в разных ипостасях надеюсь, что-то такое надену, но только желательно в мужском обличии потому что в женском тут вообще точно не поймут не могу сказать, что в других местах поймут, но тем не менее и мы постараемся вам показать весь колорит данного края ну, собственно, я еще миллион раз скажу ну, а чтобы заминковать это все, вот пожалуйста кстати, обратите внимание, пользуясь случаем, хоть мы и про Владикавказ рассказываем что памятник Глинке раньше стоял вот здесь потом-то его перенесли вот сюда вот, и трамвай раньше ходил ну, а вот здесь мы были вместе с тенором Скороходовым в этой мастерской бывшей, замечательной, а тут у нас сейчас такая красивая синяя штука стоит хотели делать выход или вход в станцию метро театральной, но Гергев сказал нет и теперь это будет, соответственно, в доме быта ну, а мы, собственно, с вами сейчас прервемся, чтобы попасть в святая святых на репетицию а вот это, друзья мои собственно, то, где мы находимся, макет до революции в городе Владикавказе проживало около 600-600 я все время путаю, как правильно 600, вот мне более грамотные люди из Осетии подсказывают как правильно говорить по-русски более 600 немцев здесь проживало ну, собственно, эта история аналогичная не только для Владикавказа, но и для Санкт-Петербурга того же самого и мы здесь теперь будем наблюдать, как церковь трансформировалась в нечто не менее прекрасное, филармонию вот он, видите сейчас вы услышите, как это происходит вживую вот у меня есть специальная штучка и с помощью этой штучки мы запишем звук таким, каким его слышат люди, находящиеся в этом зале пойдемте подойдем поближе ты командой, когда, короче, надо становиться это эксклюзив специально для вас то есть, как бы сказать, родина и прародительница пива технология этого напитка изготовления в полпурже разошлась по всей Европе и во время подношения старейшему этого почетного бокала которым он будет обращаться с молитвой к Всевышнему в это время исполняется вот этот гимн гимн Продолжение следует... 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 Продолжение следует...